Всем привет! Сейчас я хочу снять для вас вторую часть видео про санаторий Бурденко. В этом видео я расскажу именно о том, какое лечение вы можете получить там, и о том, что нужно сделать. Первым делом, когда вы приезжаете в город Саки и приходите в санаторий Бурденко, вы должны обратиться в отдел реализации путевок. В этом отделе вам могут предложить различные виды курсовок, либо это будет путевка, и они будут действительно разных видов, и цена их будет такая же разная от минимальных по цене, в которых будут, допустим, только процедуры без ванной грязи, и есть такая стандартная полная курсовка, вот именно ее я рекомендую вам взять, если у вас нет противопоказаний. Все вы будете оплачивать только в гривнах, поэтому вы должны в Банке Украины обменять свои доллары, евро или рубли на гривны. Такой же валютой вы будете оплачивать жилье. И все, естественно, в магазине, если купите что-то. Затем вас направят к врачу-неврологу, который уже расскажет вам о дальнейших действиях, о том, как вы должны к какому врачу еще обратиться к следующему, пройти кардиограмму надо будет, пройти ряд врачей для того, чтобы вас допустили к процедурам, сдать анализы. Но, в общем-то, первый день вы должны, когда приедете, рассчитать. Допустим, вы приезжаете на 24 дня, считайте, что первый день вы потратите полностью на оформление. Никакого лечения, естественно, вы не успеете сделать. Это хорошо, что если вы успеете начать его во второй день. Вот. Вам назначат процедуры. В санатории есть очень много различных процедур. Например, есть там иглоукалывание. Иглоукалывание для спинальных травм, вообще для неврологических болезней, очень хорошая тема. Можно ставить его на мочевой, можно ставить на различные точки. Это знает, конечно, врач-невролог. Я знаю, что, по-моему, иглоукалывание стоило 30 гривен одна процедура, в прошлом году так было, один сеанс. И нужно примерно 10 раз пройти его, то есть 300 гривен. Вот. Потом. Есть электростимуляция. Электростимуляция мышцы ставится именно на слабые мышцы. Допустим, у кого что? У кого-то слабая спина, у кого-то слабая какая-то нога. Вот всегда у нас одна нога больше развивается, больше, более активная, например, левая, чем правая. Тогда вам поставят на правую. Вот. Но могут поставить на ягодичные мышцы, на руки у шейников. Ну, кому что? Кому-то на мышцы брюшного пресса. Очень хорошая тоже процедура. Также вам могут поставить электростимуляцию на мышцы тазовых органов. То есть на мочевой могут поставить. И если у вас такие проблемы, как, допустим, вы не можете долго держать, долго терпеть, то тогда будут сокращаться мышцы там, и вы сможете дольше удерживать. Ну, короче, наладится работа мочевого. Вот. Есть, конечно, вам назначат обязательно массаж. Будет он проходить 30 минут. Подводный душ массаж можно выбрать или доплатить как-то. Вот. Также вы сможете пройти процедуру по очистке кишечника. И ванны. Ванны нескольких видов бывают. Валерьяновые, хвойные ванны, рапные. Именно вот самое целебное, что есть в этом озере, это рапа. И есть ванны. Ну, ванны на основе этой воды. Она очень соленая и очень целебная. Каштановые ванны. И суставные ванны. Суставные ванны часто назначают и ходячим здоровым людям, но у которых больные суставы. Очень хорошо. И грязи. Грязи некоторым назначают полностью. Все. Это называется каждый участок тела. Носочки, например, куртка, штанишки. Это именно тот участок, на который грязь вам будут накладывать. А тем, кому совсем нельзя, допустим, полностью сделать все штанишки, то им могут назначить лепешечки только на коленке грязевые. Вот. В этом санатории очень хорошо лечат также и кожные болезни. Например, псориаз. А также лечат женские болезни, мужские болезни. Очень хорошо, я знаю, это лечит бесплодие. Много там женщин можно встретить, которые хотят забеременеть. И именно это помогает им, и они беременеют после одного-двух раз посещения санатория. Вот. ЛФК. Конечно, в этом санатории одна из самых главных процедур на уровне с грязями и с ванной это ЛФК. Вообще, ЛФК это очень важная процедура для спинальников и для шейников, вообще для больных людей с опорно-двигательным аппаратом больным. ЛФК именно занимаются на кушетках, именно занимаются с вами гимнастикой человек индивидуально, то есть там не тренажеры. Есть отдельно тренажерный зал с очень хорошей девочкой, Кариночкой. Она вам все подскажет, она такая приветливая, улыбчивая, покажет, как работать на каждом тренажере. Это называется зал механотерапии. Вот. Ну, а именно ЛФК с вами там будут заниматься на кушетке, там занимаются на резинках и учат вас, вас научат стоять, если вы этого еще не умеете, если у вас будут задатки к этому в коленоупоре. Научат стоять изначально, когда не будут еще держать колено. Потом брусья там есть, в которых вы будете учиться ходить, если такое будет возможно. А также, если вы еще совсем не сможете стоять в коленоупоре, вас привяжут в стол вертикализатор. На самом деле, это очень хорошая процедура, потому что человек, который только начинает стоять, для него это очень сложно. Очень большие головокружения, шум в ушах, темнеет в глазах, давление падает. Вот. Стол вертикализатор это отличная вещь. Даже вот я сначала начинала стоять в таком столе, для того, чтобы почувствовать именно вертикальное положение ТИА. Я не знаю, как на каком этаже, там множество хороших инструкторов, и не знаю, как на каком этаже, но я могу сказать только за тех инструкторов, с которыми занималась я. Я знаю, очень хорошо занимается Руслан, она знает хорошо свое дело, она чувствует каждую мышцу, где вы что можете. Потом есть Евгений Валентинович, он именно заведующий на четвертом этаже, по-моему, или на пятом, ну, на верхних этажах, он именно заведующий всего отделения ЛФК, там тоже очень старательный мальчик. Мне нравится, очень как занимается Лемара девушка. Она такая маленькая, вся хрупкая, но она именно не будет отвлекаться на какие-то лишние разговоры, она будет строго делать по программе, все старательно, и вместе с вами она желает того, чтобы у вас появились новые-новые сдвиги. На третьем этаже Вика хорошо занимается, Ольга Тарасовна, на третьем этаже все тоже очень хорошие, я познакомилась со многими там. Про другие даже не знаю, что сказать вам, я не знаю там никого. Вот. Есть такая процедура, как магнитотерапия, если у вас какие-то, ну, я, честно, не очень знаю, для чего она применяется, но если какие-то боли есть, вот магнит назначает, это одна из безопасных таких процедур, но она, тем не менее, очень эффективная. Вот. Могут сделать вам орошение десен и грязи лечения десен. Я проходила эту процедуру, очень хорошо, тоже солененькая водичка, орошение происходит, и вполне может хватить этой процедуры вам потом на полгода или на год даже, хорошо укрепить десна. Вот. Ректальные тампоны тоже есть, очень полезная процедура для здоровых людей даже ее пройти. Вас обследуют врачи там, и они могут вам назначить уколы или, например, таблетированное лечение, если это вам необходимо. Ингаляция можно пройти. Ага. Так, что я хочу еще сказать, что когда вы попадаете в такую ситуацию, вы попадаете на коляску, сначала первым делом, когда вас привозят из больницы домой, вы сталкиваетесь с такой неразрешимой проблемой, как абсолютно недоступная среда в вашем доме. Вы не можете проехать ни в ванну, вы не можете делать привычные вещи, проехать в туалет. Вообще, вы не можете попасть к себе в квартиру зачастую, потому что некоторые люди живут на пятом этаже, или, ну вот я, например, живу на втором этаже, это на самом деле очень большая проблема, государство о нас не думает. Как мы будем справляться с этим? Папа носит меня на руках. И также у многих людей, я знаю, есть такие девочки, которые сидят в своих квартирах на пятом этаже, годами не выходят, если у них нет возможности поехать в санаторий. И они смотрят, как ветка за окном меняет свой цвет, от зеленого, к золотому. Это очень печально. И этот город Саки, он именно оздоравливает вас в психологическом плане. Вы попадаете в нереально прекрасную среду, где все приспособлено. Вы можете заехать в любой магазин. Какое-то время вы проводите дома, и вы на самом деле забываете, как держать деньги в руках. Вы уже не можете расплачиваться в магазине, потому что вы не делаете этого. А тут вы попадаете в магазин. Вы можете купить все, что хотите себе. Может девушка приехать в парикмахерскую, подстричься. И самое главное, что никто на вас не посмотрит косо. Вы можете заехать в кафе, посмотреть, если на кафе вечером, то они все заполнены. И ровно 50% людей на колясках. Это настолько душевный комфорт вы там получаете. Вы можете зарядиться на целый год этим настроением. И вы действительно понимаете, что вы человек, которому еще есть к чему стремитесь. Я, например, когда попала в такую ситуацию, я раздала всю свою одежду, всю свою обувь на каблуках, косметику, посчитала, что это мне больше не пригодится. Но когда я попала в этот город, мне вновь открылась жизнь с ее прекрасной стороны. Я поняла, что нужно жить дальше, нам нужно двигаться, и что миллион таких людей, они строят пары, они даже женятся, и даже бывает такое, что два человека на коляске, это все возможно. В этом городе действительно люди как-то добрее, у них совсем другой менталитет. Они понимают, что нужно помогать людям на колясках, потому что эти санатории уже очень давние, и люди живут с такими людьми, которые с ограниченными возможностями, они ходят вместе с ними в школу. Поэтому я каждому рекомендую поехать именно в этот город. Сам город по себе такой, как будто вы попали в 90-е. Конечно, вы не увидите там любимым для себя Литуаль, Ревгош, каких-то больших торговых центров, магазинов, как Зара. Там обычный рыночек, на котором вы сможете купить свежие овощи, фрукты, ну, какие-то такие магазинчики совершенно простые, в которых вы сможете что-то купить. Но этого достаточно, поверьте, по сравнению с тем, что дома вы сидите как в золотой клетке, то там эта свобода, этот свежий воздух, зелень, это много очень дает вам. Я еще хотела вам сказать, что когда вы пройдете курсовку, например, ваши процедуры закончатся, то вы можете докупать какие-то процедуры, которых вам не хватило, и еще лечиться какое-то время там. В этом городе еще множество других санаториев. Один из известных это Пирогова, но почему я о нем не говорю? Во-первых, я там не была никогда. В этом санатории именно более комфортное, лечение аналогично, а именно комфортное более условие проживания. Там такой более богатый санаторий по обстановке. Но я о нем не говорю, потому что там не продают курсовки, там только путевки. Если вы, конечно, хотите путевку, то вы можете поехать и туда. Я надеюсь встретиться с вами в САКах, и надеюсь, что лечение пойдет вам на пользу. Пока!